Всем доброе утро. Конечно, добрым его не назовешь, потому что каждое утро. Сейчас мы с Катюшкой едем по пробкам. Я не знаю, что произошло. То есть раньше не было такого никогда. Сколько времени мы ездили, все было хорошо. А тут второй день, просто жуткие, адкие, адские пробки. Мы едем до садика обычно минут 7, ну в такое раннее время, ну 10 минут. Обратно я вообще доезжаю за 2 минуты, а сейчас мы едем 20-25 минут. Это вообще какая-то жесть. Видите, все, все в пробках. Я не знаю, что такое произошло, потому что такого не было раньше. Но мне складывается впечатление, что где-то дорогу какую-то перекрыли, и все сюда ломанулись. Катюшечка у нас на позитиве. Сегодня плюс 15. Хорошая погода. Так что Настя уже в школе. Вот такая у нас движуха утренняя. Так что всем, всех с пятницей. Катя у нас нарядилась, как всегда. В садик, как на праздник. Вот такая вот красота. Бывает ли утро добрым? Представляете, я не смогла попасть домой. У меня походу. Ну это просто жесть. Я в шоке. Короче говоря, я вам попозже все расскажу, что произошло. Но фишка в том, что я не могу попасть домой и вызвала мастера на вскрытие двери. Вот так вот. Прекрасное утро пятница. Купила кофеечек. Буду сидеть на лавочке ждать мастера. Ну как мастера-вскрывателя дверей. Так, девчонки, ну что, я нахожусь дома. Я попала в свою квартиру. Сейчас я вам все расскажу. Это, конечно, просто трэш. Ну вот просто. Ну, Марина, почему ты не можешь жить спокойно постоянно с тобой? Что-то происходит. Я такая. После садика возвращаюсь. Вообще ничего не предвещало беды. Вот. И тут фигакс. Я понимаю, что я не могу открыть двери. Я сначала не поняла. Я думаю, мало ли, может Настя там что-то... Ну, Настя просто уходит в школу. После нас. Думала, она там что-то... Ну, короче, я думала, ну, мало ли. Нет, я раз, два, три. Я там уже, знаете, эту дверь вскрываю. И до меня доходит. До меня доходит, что я попала. Что я в квартиру не попаду. Но я попала. Сначала торг. Потом смирение. Я понимаю, что все, я попала. Но при этом пытаюсь вскрыть эту дверь. И тут как раз идет мой сосед. Я его первый раз увидела. Это выделилось со стороны так, как будто я пытаюсь вскрыть чью-то дверь. Просто я вот так вот, знаете. Я говорю, вы знаете, не могу домой попасть. Он такой, что что? Я говорю, ну, вот объяснила. Он такой и так, и так. Ну, там, мужскую силу приложил. Потом пошел домой. Взял инструмент. Начал там вот это, знаете... Ну, как... Чем он может помочь? Да, пытался вот так вот как-то все сделать. Вот. Потом такой, знаете... Да, утро у вас недоброе. Я говорю, это точно. Я поняла, что проблема кроется не в замках. В двух. Сейчас я вам покажу, короче, эти замки. Чтобы долго не объяснять. Смотрите, есть два замка. Первый, верхний. И вот этот. А есть вот такая вот защелка, которую я всегда закрываю на ночь. Вот она, эта защелка. Я закрываю на все замки на ночь, потому что я паникерша. И я боюсь... Короче, не знаю, как вы. Я всегда на все замки закрываюсь. Так спокойнее спится. В процессе, когда я пыталась вскрыть эту дверь, я поняла, что проблема именно в этой защелке. Потому что замки нормально открылись. И я поняла, что утром, когда я встала, я открыла эту защелку. Когда я поехала с Катей в садик, Настя осталась дома. И эту защелку я не до конца открыла. Ну, знаете, так посерединке. Вот так вот. Настя, когда уходила в школу, она, естественно, захлопнула дверь. И эта защелка захлопнулась, но в другую сторону закрылась. И квартира закрылась изнутри. Все. Вот и, пожалуйста, итог. И я поняла, что проблема в защелке. И без мастера тут не обойтись. Вот. Я, конечно, поблагодарила соседа за все. Пошла, села на лавочку, вызвала мастера. Очень, кстати, оперативно сработали. Минут через 20 мастер у меня уже был. И вы не поверите, это просто шок. Он вскрыл мою дверь за одну минуту. Одну, девочки, минуту. Одну. Одну. На него посмотрела. Я говорю, вы там ночью нигде не подрабатываете? Ну, так, мало ли. Он такой, если бы я ночью подрабатывала, я бы тут не работала. Я говорю, вы знаете, я хотела эту дверь от застройщика поменять на другую. И он такой, меняйте, говорит. Поверьте мне, кому надо, тот вскроет дверь. Я просто в шоке, девчонки. Оказывается, так легко грабануть любого человека, любую квартиру вскрыть. Ну, возможно, не каждую дверь легко взломать. Но эту он мою просто вскрыл за минуту. Я такая задумалась, такая думаю, да, что-то как-то невесело мне стало. То есть человек, который разбирается во всем этом, он может вскрыть абсолютно любую квартиру. Вообще жесть. Так что как-то, знаете, не храните, девочки, деньги дома. Храните деньги в сберегательных кассах. Вообще. Вот. И он, да, вскрыл дверь и сказал, что, да, на самом деле вот эта защёлка. И он, короче, там начал мне, ну, там замки всё это на место, там всё это начал делать. В общем, пока он там ковырялся, он вскрыл, а потом навык всё это на место, так скажем, в общем, привести в порядок. И он сказал, что когда устанавливали вот эту дверь, вот эта защёлка, она неправильно установлена. Вот. От того, что её неправильно установили, я не знаю, кто тут делал, всё это устанавливал, поэтому и произошла такая фигня, что защёлка, она просто... Короче, её неправильно установили. Вот сейчас он мне её переделал, и она по-другому закрывается. Я прям, ну, почувствовала. Попало, девчонки, на 4300 рублей. В общем-то, пало на деньги 4300 рублей, чтобы вскрыть дверь. Ну, по крайней мере, в моём случае. Как я поняла, там оценивают масштаб трагедии. Я ещё, видимо, не сильно попала. Но утро было добрым и бодрым. Сначала пробках простояла, а вернулась, ещё и в квартиру не смогла попасть. Такое бывает. Так что, девчонки, тоже урок вам на будущее, если вдруг у вас какие-то такие защёлки. Обязательно проверяйте и детей, и учите, чтобы они всё до конца закрывали, докручивали. Потому что вот может такое произойти. Такая неприятность. Ну, ничего. Неприятность эту мы переживём. Ладно, пошла завтракать и приходить в себя. Девчонки, я уже дома. Сделала себе маникюрчик. Точно такой же цвет. Розовый мне очень нравится. Ой, и я вам сейчас покажу видео угарное. Мама скинула. Смотри, Марин, сервант, блядь, помыла. Стёкла помыла. Пиздец. Всё упало. Это мама решила помыть. Это мама решила помыть сервант. Это вообще. Просто сегодня день какой-то в нашей семье не заотдался. Как вы помните, с утра я не могла попасть в квартиру. Вот. Просто день на бекрень. Вот серьёзно. Бедная мама. Там и старый какой-то сервиз. Ну, я думаю, вот и не жалко. А вот бокалы, конечно, очень жалко. Мама сейчас мне звонила. И она собирает там всю эту посуду расстроенная. Я говорю, ну, скинь мне фотки. Что осталось в целости и сохранности, а что придётся выкинуть на помойку. Жалко, конечно. Но посуда бьётся на счастье. И мы не унываем. Мы на позитиве. У нас в Питере сейчас плюс 17. Вообще вы не представляете. Плюс 17. Плюс 17 в Питере. Настюшка с ребятами из класса побежали во двор гулять. Разделись все сразу. А я скоро поеду за Катюшкой в садик. Вот. И буду что-то готовить на обед. Такая просто погода потрясающая. И настроение, несмотря на все неприятности, настроение огонь. Не унываем. Дети развлекаются. Это хорошо. Всегда хотела такой двор иметь. Вот. Дети просто по прямой. Видите, даже... Господи, даже на тележке катаются. Походу, ребята с перекрёстка тележку угнали. Смотрите. А вон Настюшка едет с подружкой. Всем доброе утро. Девчонки у меня уже позавтракали. Я вот приготовила себе, как всегда, по классике, два яйца. Это у меня авокадо с сливочным сыром, хлебушек. Блинчики напекла девочки уже. Почти всё съели. Кофеёчек. Сладненько что-то ещё будет. И всех субботой. Сегодня у нас в Питере просто лето. Плюс 18. И мы с девочками сейчас доделаем все дела и поедем в парк гулять. Так, ну что, мы приехали в наш парк. Ну, он что-то даже работает. Всё, сейчас будем с девочками кататься на аттракционах. Я бы на всё хочу. Что? Я на всё хочу. Народу много. Сегодня у нас седьмое. Ой, ну, ой, ну, ой, ну, ой. На роликах, в смысле? Когда вижу лошадок, я сразу вспоминаю песню Тату. Мы сели на эту гусеницу, любимую всеми. Она так взрослая. Чего я детей? Самая любимая гусеница. Многих в этом парке. Это их любимая кенгурушка после гусеницы. Где Настя? Настя, короче, пошла кататься на этот аттракцион. И она насквозь промокла, потому что шёл такой ливень. Просто. Это вообще, мы так неудачно приехали. Было сухо, всё, солнышко светило. Смотрите, у Настя идёт. Всё насквозь мокрое. Я думала, что на этом наши аттракционы закончились. Ужас, Настя. Ты вся насквозь мокрая. Давайте зайдём там или... Мы только что покатались, девчонки точнее. Слава богу, у Кати такой воздух, что мне не нужно с ней кататься. Настя вся мокрая. Вот. И едем к бабушке. Попали, конечно, под дождь, но сначала хорошая погода была, потом дождь, потом опять солнце. Ну, как всегда, вот, не знаю, в Питере это нормальное явление. Ну, Настя просто насквозь вся мокрая, поэтому надо ехать, а то холодно ребёнку. Ну, собственно, мы уже покатались, да? Да. Вот, на аттракционах. Вот. Это такой, знаете, парк-местный. Тут немного всяких штучек интересных. Так, покатались, погуляли чуть-чуть, подышали воздухом и домой. Люди идут, и мы идём, и все куда-то идут. Вот он, красивый Питер. Мечтайте. Уехать отсюда. Вот кто-то там мечтает, а мы идём, вот. Вот мы идём. Наши ноги в Питере. Мечты сбываются. Ты меня уже спрашивал. Что ты сказала? Ну, ты с кадром. Да, головы нет. А вон наши олени. Вон, из Мадагаскара. Разводит туристов. Мусор не бросать, это экспонат. Да. Я продолжаю это видео. Я сейчас нахожусь у Серёги, как вы поняли. Сегодня 8 мая, в воскресенье. Он ушёл на тренировку. Случилось, что мы решили приготовить окрошку. Вот. Купили всё для окрошки. Так удобно, сушке придётся. Даже вот наборы, готовые для окрошки. Кстати, напишите, добавляйте вы в редис. В редис. В окрошку редиску. Я, например, никогда не добавляю. Но Серёга сказала, я хочу. Я люблю с редиской. Говорю, ну окей, ладно. Вот. Ну и, конечно же, есть разные типы людей. Кефир, квас, айран, минералка. Кто что любит, кто что добавляет. Я по классике люблю квас. Слава богу, в этом плане мы с Сергеем сошлись. Он тоже очень любит с квасом. В общем, он думал идти на тренировку, не идти. Я говорю, слушай, давай, иди-ка ты потренируйся. Он ходит в фитнес, короче, тренируется. А я пока побуду наедине два часика, спокойно отдохну. В тишине. Ну, вы знаете, иногда так хочется побыть одной. И, говорю, заодно приготовлю тебе окрошку. Кстати, да. Я думаю, многие обратили на окружку. Я ему подарила окружку. Хоть я и так и не считаю. И парфюм. В прошлом влоге я показывала, что я подарила маме парфюм. И Сереге тоже, вот, так скажем, перепала. Новый аромат. Ему, кстати, понравился и мне тоже. Фирма S. Oliver. Вот так вот выглядит. Просто запах бомба. Очень приятный. Я, на самом деле, переживала. Вдруг не понравится. Но Серега заценил. Он говорит, вообще, очень крутой. Такая, знаете, стойкость средняя. Вот. Средняя стойкость. И у мамы тоже средняя стойкость. То есть они не мега какие-то там стойкие. Будете в магазине, зайдите, потестируйте. Вдруг вашему мужчине тоже понравится. Он такой, знаете, нерезкий. Пишу тут нотки. Парфюма. Но мне прям очень понравилось. Вот. Классный. Серега доволен. А это хорошо. Сейчас он будет еще больше рад. После того, как придется тренировочке. А я ему окрошечку. Вот. Просто не женщина, а мечта. Просто. Только женщину нужно на руках носить. Так оно и есть. Готовить. Скоро вот это все превратится в окрошку. Давай, лей. Ты будешь со сметаной ездить или с мазиком? Нет, с мазиком. Это ужасно. Это вкусно, ужасно, вкусно. Испортил все блюда. Стряхнуть надо, главное. Все. Готово. Я пошел есть. А ты снимай дальше. Вкуснятина. Это лучшее блюдо в моей жизни. Ну что, это последнее включение. Я уже целую неделю снимаю этот влог. И хочу сейчас его завершить, наконец-то. Кстати говоря, сейчас я собираюсь готовить шарлотку. Потому что у меня есть яблоки, которые просто так все уже устали кушать. Легким движением руки яблоки превращаются. Шарлоточка готова. Мы сейчас присыпим еще пудрой. Приятного всем аппетита. Девчонки, я хотела бы в этом влоге тоже показать покупки, которые я сделала буквально на днях. Очень давно я хотела вот такое вот пальтишко. Оно, знаете, как раз на сейчас. То есть на весну, на теплую. На такую погоду 10-15, а то и 20 градусов. Тоненькое пальтишко. Я давно заприметила на сайте. Это, кстати, Зарина, кому интересно. И сейчас там были какие-то скидки. Я вот взяла. Видите, сколько оно стоило и за сколько я купила. То есть по скидочке. Мне очень понравился цвет. Мне хотелось что-то такое яркое, весеннее. Надоели эти какие-то темные вещи. И вот такое вот пальтишко я взяла. Сейчас вставлю. Покажу, как на мне смотрится. В целом довольна. На самом деле я заказала М размер. И пошла в пункт выдачи, померила. И оно мне оказалось большое. То есть я не угадала с размером. И взяла на размер поменьше. То есть С. Вот это 44 размер. Показываю вдруг кому тоже пригодится. Вдруг кто ищет что-то похожее. Оно очень длинное. Короче, довольна. И еще я зашла тут в один магазин обувной. Называется вот так. Не буду коверкать. Я очень, девчонки, такая, знаете, предыстория небольшая. Я очень давно хотела лофера себе. Но я заходила на все вот эти сайты. Типа Ламода, Вальберес. И на втором сайте так вообще там очень много Китая. И многие по отзывам прикладывали фотографии. В общем, плохое качество. И я не хотела, не хотела рисковать. Вот. И тут я как-то поехала в торговый центр. Мерила вот это пальтишко. Иду мимо, смотрю, на витрине стоят лоферы. Я такая думаю, опачки. Зайду, посмотрю. Там какие-то скидки еще были. И вот моя мечта сбылась. Я наконец-то нашла свои лоферы. Я, правда, их еще не носила. Лоферы выглядят вот так. Я так хотела их давно, девчонки. Именно в белом цвете. Именно с черной подошвой. Это, кстати, натуральная кожа. Они очень мягкие. Я там мерила еще одну пару. Но они мне не понравились. Несмотря на то, что они тоже были в натуральной коже. Но там сразу мне стала давить пятка. Что-то в нос. Ну, короче, вообще не моя моделька была. А эту я надела со следками. И все. И просто огонь. Огнище. И именно с этой цепью. Ну, вы знаете, это сейчас такая классика. Так что очень довольна. И, кстати, сейчас я принесу. Покажу, что я еще прикупила. У них продавалось очень много всяких аксессуаров для обуви. И вот они мне, ну, не то что впарили, но посоветовали прикупить пеноочиститель для кожи, замши, нубука и текстиля. То есть я перед тем, как надену первый раз мои новенькие чистые беленькие белоснежные лоферы, я должна нанести вот эту пеночку минут на 15. Вот. И остатки потом снять тряпочкой. Ну, или салфеточкой. Вот. Они утверждали мне в магазине, что эта пена, она реально помогает. И еще купила одно средство тоже от этой фирмы, которое именно очищает обувь уже белую. Вот. Так что потом тоже попробую, потестирую. В общем-то, вот такая вот красота. Девчонки, в этом влоге еще хочу вам показать посылочку. Помните, я вам как-то рассказывала, что мне прислали посылку от L'Etoile. Два парфюма, которые я уже подарила. Один Сереге, второй маме. И оставляла отзыв. А сейчас вставлю фотографии. На самом деле парфюмы очень понравились. Вот. Обоим. Вот. Они с удовольствием пользуются. Так что обязательно присмотритесь к ним. Ну, по крайней мере, зайдите в магазин и потестируйте, нанесите на себя. Может быть, это как раз ваш аромат. Как раз сейчас, так скажем, на весну и лето. Ну, и еще мне прислали три средства. Другими средствами я уже пользуюсь. Это вот такой вот тонер для лица с пребиотиками. Сейчас я вам достану и покажу. Фирма Bellflower. Если я правильно произношу, уход за лицом. Крем для лица, придающий сияние. Такая вот новая фирма, честно сказать, раньше никогда не пользовалась. И третья. Это у нас с SPF 50. Этот крем я возьму с собой на море. Скоро, через неделю мы уже уезжаем. Крем для лица солнцезащитный с экстрактом арбуза. Этот тонер для лица я использую после очищения кожи утром и вечером. Он дает увлажнение. Крем для лица с пребиотиками помогает защитить кожу от внешнего негативного воздействия, увлажнить и придать эластичность. Так что вовсю им пользуюсь. Очень мне нравится. Это, знаете, как водичка. Вообще никакого запаха нет. Просто водичка. Очень приятное нанесение. Никакой липкости. Вообще очень мне нравится. И следующий. Это вот такой вот крем. Я его использую утром. Тоже очень приятное нанесение. Никаких липких следов. Хорошо увлажняет кожу. Вот как раз сейчас на весну, на лето. Мне очень нравится. Напишите, кстати, пользовались ли вы этой фирмой. Это, повторюсь, Bellflower. Для меня это открытие. Я даже не знала, что есть такая фирма. Вот будет интересно почитать. И так вот выглядит крем с SPF 50. Поедет со мной в Сочи. Так, ну что, видео продолжается. Я, вы знаете, я видео снимаю. Ну, вот влоги. Они у меня просто... Я склеиваю. Я могу в один день много снять. Потом три дня не снимать. Потом опять начать снимать. Поэтому у меня все так в кучу получается. В общем, я за то, чтобы выложить один влог в неделю. Но длинный. И, ну, надеюсь, более-менее интересный. Чем, знаете, каждый день пилить видосы. Но вы знаете мою позицию. Я за один большой ролик. Выпуск, так скажем. Вот. Уже прошли все праздники. И всех с Днем Победы. Еще раз поздравлю вас всех. Подписывайтесь в Телеграм. Я там частенько бываю. В Инстаграме я тоже укладываю фоточки. Вот. Так что подписывайтесь. Будем общаться. Так вот. Сейчас я еду в садик в закате. И пока машина греется. Погода просто отвратительная. Дождь идет. Ливень какой-то. Хотела бы вам рассказать вот что. У меня тут, короче, Настюшка начала жаловаться на то, что у нее какая-то дышка там появилась. Ну, что-то такое. Она говорит, я вот плыву. Что-то мне там тяжело. Вот. Мне тяжело дышать. Ну, в общем, одышка. Я говорю, слушай, ну, давай сходим к кардиологу. Проверим тебя. Вот. И когда мы как-то болели. Ну, просто обычная у Насти была ОРЗ. Мы пришли на выписку. Настя послушал ее сердце. И сказал, что у нее тахикардия, по-моему. Он говорит, сидите кардиолога, проверьтесь. Я говорю, ну, ладно. Вот я ее записала на УЗИ сердца, ну, кардиологу, в платную клинику. Решила долго не ждать. Многих, кстати, заметили, что у меня очень сухие волосы, плохое состояние, да, девочки? Буду отстригать. Хочу отстричь и убрать вот эту всю мертвичину. Ну, вот что-то секутся сильно. Так вот. Вернусь к Насте. И записала ее к кардиологу. Шла туда, переживала, конечно же, потому что это в лице сердца. Вот. Врач, в общем, сделала ей УЗИ. И я просто обалдела. Я не ожидала. Вот. То есть, не буду пугать. Все хорошо. Там все замечательно. Ничего такого серьезного нет. Но у Насти обнаружился пролапс метрального клапана. Совсем-совсем легкий. Вы знаете, да? Пролапс метрального клапана. Ну, кто не знает, бывает разной степени. Первая, вторая и третья степени, если я не ошибаюсь. Да, он сказал, что у нее есть легкий-легкий пролапс. Говорит, он говорит, ничего серьезного. Говорит, но он все-таки есть. В этом нет ничего страшного. Говорит, с этим живу. То есть, это не катастрофа, ничего. Просто вот девочка вот с такой изюминкой. Я говорю, я знаю, что это за изюминка. У меня тоже пролапс метрального клапана. Говорю, я с ним живу. Вот тоже с подросткового возраста. Мне как раз в таком возрасте его тоже обнаружили. И я знаю, что такое пролапс. И я знаю, что такое нарушение сердечного ритма. Я знаю, что в беременности меня, блин, все кардиологи просто забодали. Беременность первая у меня вообще очень сложно проходила. Я прям наблюдалась в сердечном роддоме, так скажем. Очень плохо у меня тяжело было в плане сердца. Нагрузка большая. И вот пролапс у меня так проявился. И во время школьной учебы на физкультуре у меня были какие-то ограничения из-за пролапса. И тут мне говорят, что у Насти пролапс. И я, твою ж мать. И он говорит, что это передается по наследству. Это передается по наследству. И я говорю, что есть вероятность. Но этот пролапс, он проявляется чуть в более позднем возрасте. То есть у кого-то он, конечно, при рождении. Говорит, ну вот так он проявляется как раз в подростковом возрасте. Так что я, конечно, очень расстроилась. Но мне врач сказал, что особо даже и наблюдать не надо. Говорит, он сказал, что если хотите, я могу вам выписать ограничения в плане каких-то соревнований. Если вы хотите стать олимпийским чемпионом. Я говорю, нет, нет, нет. Он говорит, тогда никаких ограничений. Занимайтесь так же. Говорит, ребенок здоровый, все прекрасно. Но я все равно очень расстроена. Но я надеюсь, что минимальный пролапс клапан у нее по жизни так и будет. Дай бог, чтобы он не перешел в другую степень. Я со своим пролапсом все-таки намучилась. У меня и сбой сердечный частенько бывает. Нарушение сердечного ритма. И был период, когда у меня были экстрасистолы какие-то. Ну, в общем, я такой, знаете, сердечником. Мне противопоказаны какие-то сильные нагрузки физические. Так что я знаю, что это такое, как с этим жить. Я уже привыкла, но очень, конечно, грустно. Но все равно я уверена, что все будет хорошо. Так что напишите, кстати, будет интересно почитать, если у вас пролапс с метрального клапана, как вы живете с ним, как существуете, есть ли какие-то ограничения, ну и все такое прочее. Все, я погнала за Катюшкой. Погода жесть. Я хочу вам показать то, что у нас выросло. Смотрите. Только, по-моему, вот в этом, да, Катюш, не выросло ничего? Вот в этом, да? Это что у нас? Какая-то там капуста краснокочанная. А во всех остальных, смотрите, выросло. И нам срочно нужно что-то делать. И здесь, смотрите, выросло. Мне нужен срочно совет садоводов. Я в прошлом, кстати, видео попросила, мне вообще никто ничего не ответил. Это что за безобразие? Неужели у меня нету никаких дачников и садоводов? Я уверена, что есть среди вас профессионалы. Напишите, что мне дальше с этим делать? Как пересаживать? Вообще, я честно понимаю, что я могу найти все это на Ютубе. Ну, вдруг вы мне напишите такой, знаете, один комментарий, в котором будет абсолютно все. А я такая, опа, все, делаю так, как вы мне сказали. Смотрите, вообще, у нас базилик, кстати, самый последний вырос, но вырос. Какой у нас самый, короче, большой и длинный? Вот это. Смотрите, это у нас... Это у нас брюссельская капуста вообще, смотрите, от души дала. Не корни, а как называется? Мам, это где-то плесня. Да, и у нас, видите, местами где-то есть чуть-чуть плесень. Я вот думаю, это потому, что мы ее льем много. Или это потому, что это нормально вообще, плесень. Плесень это нормально, напишите тоже. Видите, чуть-чуть, чуть-чуть там есть, где-то кусочками. Вот маленькая это плесенюшка. Вот, так что очень жду ваши советы. Я уже готова ехать в магазин, покупать, ну, я не знаю, что. То есть я вообще от этого всего далека. Но раз мы начали сажать, я хочу закончить. Вдруг у нас хоть что-то да вырастет. Кому интересно, напомню, это вот лента. В ленте можно сейчас приобретать вот эти семена и сажать. Также можно у них вот эту теплицу купить. Вот это панно на стену, оно прямо так вот вешается. Вот, так что я жду от вас советов. Так, ну что, у нас Настя приготовила кекс. Кексы сама. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там у нас пришло. Это Настя сама готовила. Что за кексы? Аккуратно, горячие. Ну, это типа капки... Короче, я не знаю. У нас Настя сегодня кудрявая, а я ее сегодня на праздник в школу утром крутила, ведь до сих пор осталась. А ничего, что ты форму наизнанку? Не смущает? С каранницей. Да, действительно. Ничего не смущает, что-то? Да не знаю. Даже не заметила. Смотрите, какие получились прикольные. А, горячие. И Настя хочет это кушать вот с таким вот соусом, шоколадом. Ё-моё, горячие. Это похоже тоже наизнанку, я думаю, что-то... Это тоже наизнанку. Тебе вообще не смущало? Хотите прикол, где это было? Вот, видите, тут написано. Ну, то есть, вот так вот надо. А Настя вот так вот готовила. И смотрите. Осталось даже. Половина кексов у Насти, видите? Да только Настя могла так приготовить. Я вот попробовала. У неё такие вкусные, мягкие внутри. Вообще бомба. Девчонки, я буду заканчивать это видео. И я к вам с подборочкой очередных фильмов. И даже посоветую один сериал. Помните, в том влоге у меня была подборка, так скажем, по теме. На этой неделе я смотрела фильмы все подряд. Начиная от ужастиков, заканчивая какой-то драмой. Комедией, вообще рожащенной до слёз. Вот и первое, что хочу вам посоветовать, это сериал «Острые предметы». Это мини-психологический триллер. Такой прям тяжёлый, я бы сказала. Но мне очень понравился. Я люблю такое смотреть. Вообще я люблю всё про расследование, вы знаете. Как вот «Каштановый человечек» я недавно от Netflix вам тоже советовала. Посмотрите, кто не смотрел. Если вы любите вот такой жанр, то обязательно посмотрите. Фильм с очень, с очень неожиданной концовкой. Рекомендую. А также хочу вам порекомендовать фильм, который, ну, наверное, вызовет очень много эмоций. И я не каждый порекомендую. Это фильм про маньяка. Жёсткие, очень-очень жёсткие сцены. Это, знаете, из разряда «Не смотрите никогда», как вот «Человеческая многоножка». Не смотрите, но, блин, хочется. Вот я знала точно, что мне этот фильм смотреть не стоит, но мне всё равно хочется его посмотреть. И я его посмотрела, правда, местами с перемоткой, потому что он очень жёсткий. Если вы любите такие... Это даже не ужас, это просто какой-то ужас. Просто фильм один сплошной ужас. Очень тяжёлый. Два с половиной часа. И... Ну, если вы любите что-то такое, то посмотрите. Также я посмотрела фильм «Пылающая равнина» с Шерли Стерон. Это мелодрама. Объединяет три сюжетных линии. Они пересекаются в финале. Фильм достаточно старый, 2008 года. Я его, кстати, когда-то давно смотрела, но забыла. И вот я пересмотрела. Мне очень понравилось. Я пересмотрела фильм «Дело номер 39» в главных ролях Рене Зельвегер. Это, ну, типа ужасы. Ну, я не могу сказать, что это прям ужас. Ну, такой триллер. Тоже интересный сюжет. Вот. Я, наверное, скажу так, что фильм на один раз. Но можно посмотреть. Ну, и хочу вам показать две комедии напоследок. Это просто, знаете, умора, ржач. Смотрели мы их с Серёгой. Ухохотались. Местами просто до слёз. И местами, конечно, было очень пошло, очень жёстко. Так что, знаете, аж такого юмора хотелось закрыть глаза. Но всё равно смотришь, продолжаешь смотреть. Это фильм «Братья из Гримсби». Это просто девчонки угадают. Если вы хотите просто поржать, да. Конечно, юмор не для всех. Это чёрный какой-то пошлый юмор с элементами. Ну, не то что... В общем, противными элементами. Это, наверное, вот комедия. Вот, я не знаю, последний раз комедию. Я даже не помню, когда я так смотрела и ржала. И, ну... Я вот люблю, в принципе, такое посмотреть. Не для всех. Но, гляньте, просто угар. И тоже из этого же разряда фильм «Диктатор». Тоже смотрели Сергеем. Охохотались. Ну, хочется что-то такое посмотреть. Лёгкое. Повторюсь, юмор не для всех. Не все поймут. Не всем понравится. Но вот я такое иногда смотреть люблю. Особенно в компании. Вот. Так что обязательно гляньте. Вот такая вот небольшая подборочка. Напишите, как всегда, в комментариях, что-то вы смотрели из этого или нет. Будет интересно почитать. Ну, если у вас есть какие-то ржачные комедии, как-то отлечься от этого... От этого всего вообще. Всё, что происходит в мире, напишите. Прям такая, знаете, комедия, прям, чтобы до слёз. Вот. С удовольствием почитаю. Ну, а пока всем пока. А пока всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok